Чайковский 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 Но только единицы возвращались. Галина Сиско, закончив Минскую консерваторию, вернулась, чтобы навсегда связать свою жизнь с этим домом. Здесь сложился ее семейный очаг. Мы беседуем с методистом, старшим научным сотрудником Государственного мемориального музея-заповедника Чайковского в Клину Галиной Степановной Сиско на исходе летнего дня. После очередной длительной экскурсии, которую довелось провести, она с увлечением говорит о своей книге. Книга «Духовный путь Чайковского» возникла как противостояние оголтелой, одурелой гласности 90-х годов, когда, потеряв всякое самоуважение, пошли вытряхивать все, что невозможно и кто хлеще. В это же время, после 88-го года, когда отпраздновали тысячелетие крещения Руси, вдруг пошли совсем другие вопросы. А Чайковский был верующим? А какие у вас иконы? Какую духовную музыку он писал? А был ли у него духовник? То есть вопросы пошли совершенно нормальные. И пока я отвечала на эти вопросы, у меня сложился материл снатья для сообщения на конференции. А потом у меня работу мою удушили до шести страниц, которые опубликовали в Ольмонахе. Оставила все это Льву Ефимовичу Давыдову, у которого это все почивало в его компьютере, как все остальные мои работы. И вдруг несколько лет тому назад появляется его племянник Денис Андреевич Сипенцов, который интересуется Чайковским, фон Мэг, всеми делами вокруг Чайковского. Он наследник знаменитой русской меценатки, потомок, моя, говорит, четырежды прабабушка Надежды Филаретовны фон Мэг, решает основать свой фонд имени Надежды Филаретовны фон Мэг. И ему нужно премьерное издание для этого фонда. Лев Ефимович Давыдов – потомок сестры Чайковского Александры Ильинишны, которая, выйдя замуж, присоединилась к знаменитому клану Давыдовых, Раевских, Волконских, героев войны 1812 года, декабристов, ближайших друзей Пушкина. Потомки рода Давыдовых всегда оставались хранителями Мемориального музея в Клино. А Денис Андреевич Себенцов – основатель фонда и потомок Надежды Филаретовны фон Мэг, мецената, доброго друга Чайковского, которая поддерживала его творчество. Их переписка составляет несколько десятков томов и является зеркалом духовной жизни композитора. Кстати, племянница Петра Ильича вышла замуж за сына Надежды Филаретовны. Тем самым Чайковский и фон Мэг породнились. Духовный путь – это то, что проходит каждый человек. И еще, почему пошла эта тема? На одной православной конференции я вдруг оказалась в качестве докладчика. Вот почему. Я крестилась поздно, а когда крестишься в 40 лет, начинается очень активное воцерковление, естественно. И вдруг слышишь, что слово «душевный» – это почти ругательное слово. Нет, это нельзя, это невозможно. Это не духовно, это душевно. Простите, пожалуйста, а из тела в дух? Как прыгнуть? Минуя душу – это же невозможно. И вот, поймав на выходе из храма всех скорбящих радости настоятеля, я спрашиваю у него, а как можно вот так вот? А он мне вдруг говорит, вы знаете, у нас скоро конференция, вы приходите на конференцию и там это все расскажете. И я иду и рассказываю все это. В конце концов, получилась вот такая работа. Я очень рада, что пролежав 20 лет, она вдруг пригодилась. И что сейчас те, кто слушают музыку Чайковского, вдруг им напоминается о том, что Чайковский вообще-то был в глубине своей души очень истово православный христианин. Не зря ведь священники называют его музыку самой христианской в мире. Какая христианская опера, балеты, концерты, квартеты, романсы – это что за христианская музыка? Нет, не только литургия, не только всеночная, не только ангелова пияжа, а вся музыка, как она звучит. Я была очень обрадована, когда на лекции одного физика, который занимается проблемами космоса, услышала, достаточно одного аккорда из музыки Чайковского, чтобы зашкалило всю измерительную космическую аппаратуру. То есть мы туда проникнуть не можем, музыка Чайковского проникает гораздо выше. Таковы овертоны, их чистота, их сила, они идут выше космоса. Это Божье. Душа возвращается в горное отечество свое. Это вот страдания, поиски души. Путь души, которая страдает от несовершенства окружающей жизни. Какое понимание можно найти у обывателей гениальному человеку? Чайков, у него на кольце было кольцо с надписью «Одинокому везде пустыня». Но глубокое одиночество у человека, который родился на каком-то другом уровне. Если я в чем-то уверен, так это в том, что в своих писаниях являюсь таким, каким меня создал Бог. И каким меня сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую. «Я не изменил себе ни разу». Рассуждения Петра Ильича и его музыка свидетельствуют о глубинной духовной жизни. А вот его голос, он, к счастью, сохранился, и я его услышала в музее. Это всего лишь несколько секунд дружеского розыгрыша. Он веселый, задорный, тенористый. В общем, он произвел впечатление по голосу человека очень живого, может быть, даже и с юмором. Хотя музыка достаточно его и светлая, и трагичная. А вот духовная тема долгое время была под негласным запретом. И вот этот негласный запрет, он никак не выражался. Но мы помним, что в школе нас учили тому, что Чайковский писал. «Если не находишь в себе сил для счастья, иди в народ, радуйся его радостями, веселись его весельем». Хотя никакого веселья в финале четвертой сифонии нет. Еще если вспомнить, что она писалась в 1878 году во время русско-туецкой войны, так вот эта пляска с топотом и свистом подговор пьяных мужичков, идущих на войну, производит очень страшное иногда впечатление. Кстати, именно в 78 году Чайковский написал литургию. Именно в 78 году он обнаружил на себе, как он выражался, заботу провидения, которая почему-то печется обо мне, пишет Чайковский. Вот это провидение, когда в худую минуту рядом с ним оказался очень надежный друг на долгие годы. В письме к своему другу Надежде Филаретовне фон Мэг Чайковский пишет. «Хорошенько обдумывая случившееся со мной, я несколько раз натыкался на мысль о провидении, пекущемся обо мне. Я не только не погиб, когда казалось, что нет другого исхода, но мне теперь хорошо, и в будущем занимается заря счастья и успехов. Нужно вам сказать, что относительно религии натура моя раздвоилась, и я еще до сих пор не могу найти примирения. С другой стороны, воспитание, привычка, с детства вложенные поэтические представления во всем, касающемся Христа и его учения, все это заставляет меня невольно обращаться к нему с мольбой в горе и благодарностью в счастье». После смерти мамы Александра Андреевны, а это произошло, когда ему было всего 14 лет, и невероятно благочестивый ребенок, который из училища правоведения писал домой письма, начинал со словами ангельчики моей папашенькой и мамашенькой, заканчивал словами «Целую ваши ручки и ножки, прошу вашего родительского благословения». И как старший брат спрашивал, а как поживают эти херувимы Толи и Моди, которые на 10 лет младше него, которые у отца Василия, своего крестного, настоятеля Благовещенского собора в Откинске, писал серьезнее шесть стихи в семь лет, молитвы для Господа на всю Россию. Об этом думает семилетний ребенок. Он в 14 лет после смерти мамы Александра Андреевны вдруг делается совершенно другой. Появляется какое-то шкалярство на грани хулиганства, которое длится достаточно долго. Вот такое настроение у Чайковского уходит. Да, при этом он дружит с Мирозумовским, который преподает историю церковного пьяния в России. Они коллеги и друзья, и Дмитрий Васильевич Шазумовский – его духовник. Но именно в 1878 году Чайковский, когда едет в Петербург, познакомит свою новоиспеченную супругу, которая не стала ему ни другом, не помощницей, и, как он писал, не знала ни одной ноты из моих сочинений, он ее оставляет у Ильи Петровича, добрейшего человека, который всем был рад, всех принимал в свои объятия. И вдруг он уходит в Исаакиевский собор, и у него просыпается потребность в молитве. Через некоторое время после этого он пишет Юргенсона. «Не нужны ли тебе все духовные литургические песнопения моего сочинения? Если нужно, пришли мне, пожалуйста, тексты Анны Златоуст». И благодарность проведению такая вот молчаливая, негласная, и инициатива написания литургии, все это приводит к тому, что Чайковский, воплощая свои слова о том, что литургиям, по моему мнению, есть высочайшее художественное произведение, это он пишет Надежда Филаретне фон Мэг, в которой воплотилось проведение, заботящееся о нем. И он не то чтобы жалуется, но говорит о том, что глубоких верований у него нет, он не верит в загрудную жизнь, в неисчезаемость сознания, вечную жизнь души, и в то же время с негодованием отвергает чудовищную мысль о том, что такой прекрасный человек, как его мать, исчезла навсегда. И после долгих лет разлуки он не может сказать, что по-прежнему любит ее. И после этого Чайковский пишет свою невероятно солнечную, яркую, праздничную литургию. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ему очень попадает. И ему, и Юргенсону, который издает литургию в обход Синода, церковно-певческой капеллы, и Бахметев его вызывает в суд, и надо Юргенсоном громы и молнии, а умнейший Юргенсон слегка циничный и очень практичный, всех обводит вокруг пальца и выигрывает это дело. Или другие Чайковского поют и в храме в Киеве во время службы, и в концерте Русского музыкального общества. Кстати, вот за этот концерт ему и попадает. И Московское священство, получается, на него и некто векарь Амвросий пишет, что господин Чайковский посмел сделать священное таинство, происходящее в церкви, сюжетом для своих музыкальных вдохновений. А если другие начнут так делать, хорошо, хоть композитор талантливый. Он считает, что всего лишь талантливый. О гениальности речь не идет, но сущее безобразие. И через некоторое время Чайковский, создав литургический цикл, конечно же, берется за всеночную. Вот интересно, что всеночная появляется в окружении произведений и событий очень разных. Когда Чайковский уехал из консерватории, 7 лет нигде не служил, он осваивал новые жанры, не только литургию. Он вести симфонии начинает писать сюиты. Написав лирические сцены, он пишет большую французскую постановочную оперу со всеми особенностями этого жанра и выбирает любимую с детства сюжет «Орлеанская дева». Ребенок пишет стихотворение героини Франции. Фанни Дюрбах, которая жила неподалеку от провинции Орлеан, особенно вдохновенно рассказывает им о подвиге Жанны Дарк. И вот это ярчайшее впечатление детства прорастает у него на свободе. И он сам пишет «Лебретта Орлеанской девы». И для него она избранница богов. А потом в 90-е годы он очень хочет ее переработать, переделать конец. И когда берется за нее, начинает горько плакать. Потому что, читая историю жизни Жанны Дарк, он обнаруживает, что когда ее вели на казнь, она очень кричала, очень боялась, просила скорее отрубить ей голову, только не жечь ее. И Чайковский начинает плакать, как ребенок. Этим надо всем. Орлеанской девы Простите, видали, холмия, холмия, холмия. И утлонил его, прости, прости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Был у Христа младенца сад», который поет потом хором на все лады, и Оренский пишет чудные вариации на эту тему. Он часто бывает в Каменке и знакомится там со священником отцом Александром Тарнавичем, у которого способные дочери и Чайковский советует к кому-то обратиться, чтобы заниматься музыкой, куда поступить. И, решив писать «Все ночное бдение», для того, как он пишет Танееву, чтобы отрезвить русскую церковную музыку от чрезмерного европеизма, который ему режет ухо, а он перед этим редактирует все духовные сочинения Бортнянского, ему хочется все исправить и сделать по-своему. И вот Тарнавич ему и дает последование «Все ночного бдения», он вооружается сборниками церковных песнопений, которые стоят в шкафу с Моцартом и Глинкой, намекая на то, что то, что там находится, свято. Не все он разрезает до конца. Кстати, среди этих сборников есть «А кто их?», написанный Иоанн Дамаскиным. Вы помните, когда он читает поэму Алексея Константиновича Толстого, своего любимого поэта? А любимый почему? Потому что много текстов под музыку. Он читает поэму Иоанна Дамаскин и, доведя до монолога Иоанна Дамаскина, всю страницу на полях сверху, сбоку и снизу он списывает разными мелодиями, фигурными скобками весь романс «Благословляю вас, леса» он услышал во время чтения. Кстати, это было его одно из самых любимых произведений. В романсе «Благословляю вас, леса» использован фрагмент из поэмы Алексея Константиновича Толстого «Иоанна Дамаскин». Это свободный перевод текста гимна выдающегося деятеля Православной Церкви VII века Иоанна Дамаскина. Оно стало выражением отношения Чайковского к природе и ее дворцу. Благословляю вас леса, полины, мивы, горы, готы. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю И эту бедную суму И степь от края и до края И солнца свет И ночи тьму И одинокую тропинку Такое ищи я иду И в поле каждую былинку И в небе каждую звезду О, если б мог всю жизнь смешать Я всю душу вместе с вами слить О, если б мог в мои объятья Я вас враги, друзья и братья И всю природу И всю природу Мои объятья Заключить Мои объятья Как литургия Пишет он это произведение В очень тяжелое для себя время 1881 год Он бросает работу над оперой Мазепа Он оставляет все, что писал до этого А он заканчивает второй фортепианный концерт Который писал для Николая Рубинштейна Николай Рубинштейн умирает в Париже 11 марта 1881 года И Чайковский не успевает его заставить живым Он только успевает написать некролог Когда приезжает И в это время Они с Надеждой Филаретной Фоннек Опять ведут дискуссии На душевно-духовную тематику Потому что все разговоры О настроениях душевных У них обязательно переходят У Чайковского Это Чайковский переводит Вот эти стрелки Она ему пишет, что Страшно огорчена Определенными персонажами Из окружения Говорит о том, что За какие-то поступки Кого-то ненавидит А Чайковский возражает Таким редким И исключительно добрым людям, как вы Ненависть в смысле деятельного чувства Недоступна Да и что может быть бесплоднее Бесцельнее, чем ненависть Ведь враги наши По словам Христа Наносят нам обиды В конце концов по неведению О, если б люди могли быть христианами Не только по форме А и по сущности Если бы все были проникнуты Теми простыми истинами Христианской морали В которых заключается Вся правда жизни Увы, этого никогда не будет Ибо тогда наступило бы Царство вечного и совершенного добра А мы по самой организации своей Существа несовершенные Для которых понимание добра Возможно только в смысле Изнанки зла Мы как бы специально для того Только созданы Чтобы вечно бороться со злом Искать идеалов Добиваться вечной правды Но никогда не достигать цели По крайней мере Будем снисходительны к тем Которые в слепоте своей Любят зло По врожденному инстинкту Виноваты ли они в том Что существуют Только для оттенка Людей избранных Имеем ли мы право Отвечать им злом На зло Нет Мы можем только повторять Вместе с Христом Господи Прости им Не ведают Что творят Чайковский Рассуждает на эти темы И объясняет почему Он только что потерял Большого друга Причем друга Музыканта Для которого он писал Эта потеря Наводит его на многие Размышления И он обнаруживает Что уже Учится Благодарить Бога Не только за добро Но и за несчастье И что ему сладко Произносить Господи да будет воля Твоя Потому что он знает Что воля Божья Добрая и святая И заканчивают эти два письма Словами Мне хочется верить Что есть Будущая жизнь Когда-то очень легко Он писал Что да наверное Есть бессмертие Не умерла душа Бетховена Которая живет в его произведениях И вот сейчас Ушел исполнитель Который играл Чайковского Лучше чем кто бы то ни был И Чайковский надеется На встречу В посмертии Которой приведет музыка И отбросив все дела Он пишет Триум памяти Великого артиста А что такое Триум памяти Великого артиста? Как она начинается? Вечная память И дальше Чайковский интонирует Этот всем знакомый напев Который все слышали так Как только он один Мог это проинтонировать А ведь это действительно Тема Мотив отпевания Вот в таком состоянии Чайковский писал Всем вечное Такого был 81-й год В ближайших программах Мы продолжим беседу Со старшим научным сотрудником Государственного Мемориального Музея-заповедника Чайковского В Клину Галиной Степановной Сиско Автором книги Духовный путь Чайковского Музея-заповедника 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok